Напомню, сегодня мы говорим о йоге, но прежде чем продолжить нашу беседу, я подскажу вам еще раз, не устану напоминать, каким образом вы можете, скажем так, заказать тему для будущих наших программ. Если вас что-то конкретно интересует, может быть, не конкретное, вы хотели бы вот об этом услышать очень широко, звоните по телефону редакции 725-400. Есть у нас еще автоответчик, на который можно наговорить вопрос 469049, также вы можете написать обычное письмо, в обычном конверте отправить нам на адрес Иктовкар, улица Карла Маркса, 197, индекс 167981. Еще у нас есть электронная почта, случайсобака.ртк.ру. Пишите, мы обязательно отзовемся на вашу просьбу и обязательно расскажем о том, что вас интересует. Продолжим про йогу, я обещала, что мы поговорим про возраст. Давайте поговорим про возраст. Ограничения есть какие-то? Ограничения по возрасту, скажем так, верхний предел не ограничен совершенно. Есть ограничения для детей, поскольку йога это очень интенсивная практика, то есть она очень активно воздействует на все органы и системы, в том числе на эндокринную систему, на репродуктивную. Поэтому я бы, лично мое мнение, я бы не советовала заниматься йогой детям до достижения половой зрелости. Для детей есть специальные программы. То есть там комплексы составляются таким образом, чтобы не затрагивать работу эндокринной системы, половых желез. В младшем возрасте нужно как минимум аккуратно это сделать. В младшем возрасте лучше выбирать специальные оздоровительные программы на основе йоги. Вот хотела прочитать, что самым молодым преподавателем йоги в мире оказалась шестилетняя девочка. Ее научил этому брату. Вот у нас как раз такие фотографии есть на экране. Я заинтересовалась йогой, говорит маленький йог Шарути Пантей. После того, как увидела, как ей занимается мой брат, тогда я попробовала научиться делать асаны сама. Но это слишком сложно, поэтому родители отправили меня к гуру. Она научилась, ей очень нравится, что люди выполняют инструкции, и она чувствует себя настоящим учителем. И брат, у которого она этим научилась, как раз таки попал тоже в книгу рекордов Гиннесса, потому что безупречно выполнял в 5 лет 84 позы. А по поводу верхнего возраста, 83-летняя бабуля из Австралии, работает инструктором по йоге 40 лет уже. Она написала массу книг, три книги точнее, по йоге. Что касается Бетти Калман, это очень известная дама в своем почтенном возрасте. Эх, я в своем возрасте не встану в такую позу, чтобы висели ноги. Да, леди поражает очень многих своей, во-первых, физической формой. Дай бог каждому 83 года пребывать в такой физической форме, это во-первых. А во-вторых, неисчерпаемое жизнелюбие этой женщины, оно тоже приводит в восторг всех окружающих. Ученики ее просто не отпускают. Она говорит, я уже хочу уйти, спокойно посидеть на пенсии и правнуков понянчить. Но вот ученики не дают, просят продолжать. И вообще ее жизненная креда, как она говорит, это ироничное отношение к себе и к миру. Сейчас наверняка большинство жителей республики, ну не в данный момент, но на выходных точно копаются в своих огородах, выкапывают картофель. Они убирают огород на зиму, да, нужно приготовить. В тяжести носим, наклоняемся. Вот таким людям, что можно подсказать? Потому что поясницу ломит, руки болят. Что можно делать? Два-три упражнения, может быть, что подсказать? Может быть, бабуля какая-нибудь выполнить сейчас? Я бы бабулям, которые копают на огороде картошку, посоветовала бросить это занятие вообще. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Сам процесс здоровый, не столько картофель, сколько процесс. Вот два-три упражнения, давайте покажем что-нибудь. Показать любые упражнения, чтобы снять напряжение с поясницы, любые упражнения с наклонами в сторону и прогибами назад. Но только опять-таки хотелось бы оговориться, что нельзя очень сильно наклоняться так, чтобы это не причиняло боль. Безусловно, так, чтобы это не причиняло боль. Всегда нужно оставаться в зоне комфорта. Мышцы у людей, как правило, нетренированные. Человек постоянно стоит на огороде, согнувшись головой вниз. Нетренированные мышцы и без того растягиваются. Очень сильно растягиваются. Чтобы их заставить, чтобы их привести в чувство, чтобы они перестали болеть, их нужно немножечко напречь. Заставить их сократиться. Все наклоны в стороны прогиба назад, либо поднимание ноги. Ну, как раз-таки инстинктивно очень ноги же выправляются и назад, спинку похрустят. Тело гораздо умнее, чем мы думаем. Хотела бы на экран, чтобы показали картинку. Я к вам ездила заниматься, попробовать, что это такое. Учились мы. Ну, конечно, какие-то упражнения, какие-то позиции достаточно легкие. Но вот ту, в которую мы встаем сейчас, напряжение мышц, ну, по крайней мере, в начале. Это называется собака мордой вверх. Вот, пожалуйста, из природы взято положение. Как потягиваются собаки, кошки. Все видели. Любое животное выполняет такую асану. Собака мордой вниз. Это все, как раз-таки все мышцы потягиваются. Полностью туловище, плечевой пояс. Вот, пожалуйста, расслабляется спина. Снимает напряжение. И выдох. Элементарные растягивающие вещи. Вот выполнили две асаны, вы растянули полностью мышцы передней поверхности тела и задней. Вот как раз-таки нашим телезрителям, которые сейчас около экрана сидят, можно было выполнить аккуратненько такие упражнения. Они, по крайней мере, бодрее себя будут. Сейчас вот вы видите на экране позу триконасана треугольник. Треугольник. Это как раз-таки те самые наклоны. Совершенно верно. Бабуля можно не злоупотреблять сильно, но не клоняться, да, оперевшись в верхнюю часть бедра. Растягивается нижняя часть спины. Очень приятное положение. Верну вас немножечко к вопросам телезрителей. Есть у нас на СИК, уже, наверное, сразу два прочитаю. Екатерина и гости. Здравствуйте. По телевизору, если какую-нибудь звезду показывают, то она обязательно занимается йогой. Это что, мода такая? Вопрос от Лены. И сразу же вопрос от Романа Изежева. Йога вызывает привыкание. Вот, например, ты долго ей занимаешься, а потом не хватает времени. Может ли возникнуть ломка и депрессия? По поводу моды мы вкратце немножко говорили. На самом деле, мода какая-то есть. Это нельзя отрицать. Совершенно верно. Отрицать это глупо, потому что мода действительно есть. И это уже считается чуть ли не правилом хорошего тона. Если ты известный человек, то непременно нужно, значит, в каком-то классе заниматься. Желательно у какого-нибудь не менее звездного преподавателя, чтобы все это было на уровне, чтобы все это было круто. А по поводу привыкания, Ольга Александровна, у вас привыкание уже есть, раз вы 6 лет не можете не ходить? Наверное, есть. Привыкание, раз я хожу, и тело просит. В общем-то, ты ждешь этого дня, ты бежишь, и уже чувствуешь, что сейчас ты доставишь себе удовольствие. Как тело будет потом благодарить, да? Это хорошая привычка. Это очень приятное ощущение. Привыкание, это становится, как чистить зубы, я не знаю, принять душ. Мне кажется, кто занимается любимым делом, любимым, может быть, гимнастикой или любимым видом спорта, они все равно бегут и занимаются с удовольствием. Так же и с йогой, скорее всего. Ты просто к этому привыкаешь и получаешь от этого наслаждение, удовлетворение. Еще один вопрос из Аси Кью. Здравствуйте. Где лучше заниматься йогой? На улице или в специальном помещении? От Ольги вопрос. И добавлю, а босиком или не босиком? Принципиальная разница есть? Давайте так. Давайте. Мы живем в климатических условиях достаточно суровых. Но если летом. Если есть возможность... Если есть возможность, если климат позволяет, то, безусловно, заниматься очень хорошо на улице. Если же возможности заниматься на улице нет, то, конечно, лучше это делать в зале. Вы не должны испытывать дискомфорта в плане температуры. То есть вы не должны зябнуть. В зале должно быть достаточно тепло, должно быть комфортно, никаких сквозняков. Потому что люди занимаются, как правило, достаточно легкой одеждой и босиком. Самое главное условие, опять-таки, это и мышцам, и всему телу должно быть комфортно. Это и касается как раз-таки одежды. То есть специальной какой-то формы для занятий йогой нет. Главное, чтобы было... Ничто не пережимало, да? Все было удобно, никуда ничего не сваливалось. Да, главное, чтобы вам было комфортно во время практики. То есть никаких жестких поясов, никаких тугих резинок. Желательно, чтобы это были... Чтобы это была одежда из натуральных тканей, ну, если возможно, конечно. И еще один такой нюанс. Часто люди, приходя на занятия йогой, выбирают какую-то этническую одежду. Широкие шаровары, алладины. У них неудобно. Какие-то туники этнические. В них неудобно, если вы начинаете выполнять перевернутые асаны. Представьте, как это элегантно все свисает у вас на голове. Поэтому лучше выбирать одежду, которая будет плотненько держаться на теле. Я хотела добавить просто по поводу босиком. Многие начинали в носочках, в тапочках. И все равно, естественно, пришли к тому, что босиком заниматься наиболее удобно и комфортно. Потому что сцепление с полом лучше, наверное. Ощущения. Это должны быть ощущения, конечно. Есть еще один вопрос от телезрительницы. Меня зовут Ирина. Через 6 месяцев у меня родится малыш. А можно ли беременным заниматься йогой? Тоже, наверное, достаточно популярный вопрос. Да, вопрос действительно достаточно популярный. Беременным заниматься можно йогой в том случае, если врач, который наблюдает беременность, разрешает заниматься лечебной физической культурой. Для беременных, конечно, составляются специальные комплексы. Там больше ограничений, чем того, что разрешено. В большей степени используются дыхательные техники. То есть с беременными ключевой момент – это психоэмоциональная разгрузка. То есть если говорить в целом о йоге, то получается ограничений практически никаких нет. Возрастных нет, просто надо учитывать эти возрастные. По болезням нет, тоже только надо учитывать. То есть какие-то упражнения определенные нельзя. В йоге есть противопоказания. Есть противопоказания постоянные, при которых нельзя заниматься ни при каких условиях. Это, во-первых, психические заболевания, какие-то пограничные состояния психики, заболевания нервной системы, эпилепсия, раковые заболевания. Это вот основные противопоказания. Системные заболевания крови, да, там есть. Время эфира подходит к концу. И хотелось бы в качестве резюме вот несколько, я буду говорить, высказываний, а вы будете подтверждать, так это или не так. Так. Йога помогает бороться с различными болезнями, стрессом и даже старением. Вкратце мы говорили. Безусловно, помогает. Безусловно, однозначно даст. Однозначно даст. Однозначно даст. В йоге нет резких движений. Не во всех видах йоги нужно смотреть. Есть стили достаточно динамичные. То есть, опять-таки, если вас не устраивают резкие движения, лучше выбрать что-нибудь поспокойнее. Научно доказано, что йога повышает настроение и снижает уровень тревоги. Совершенно согласна с этим утверждением, так как йога, как любой вид физической активности, способствует выработке эндорфинов, так называемых гормонов счастья. Соответственно, после окончания занятия человек выходит из зала в приподнятом настроении. Совершенно верно. Еще одно. Упражнения для релаксации в йоге позволяют наладить работу сердечно-сосудистой и нервных систем, пищеварительного тракта, а также органов дыхания. Конечно, способствует. Безусловно. Занятия йогой заостряют ум и помогают концентрации внимания. Совершенно верно. Так как в йоге некоторые положения подразумевают исключительную концентрацию внимания, соответственно, мозг тренируется и становится разум более отточенным, мысли становятся четкими, становятся крепкими. Занятия йогой, это внимание всем женщинам, помогают снизить массу тела на 20% в течение двух месяцев. Обрадуйте нас, что это так. Это не так. Очень жаль. Почему? Потому что если вы хотите резко снизить массу тела, нужно заниматься аэробными видами нагрузки. Йога – это не совсем то. Йога в большей степени воздействует на сознание человека. Ну, безусловно, прорабатываются органы, мышцы и суставы, но часто случается так, что дама, приходя на йогу для того, чтобы похудеть… То есть такого бешеного эффекта не получит. Она меняет свой взгляд на себя и уже не озабочивается больше этим, понятно, этой проблемой. День йоги в России – замечательный повод, чтобы начать заниматься йогой или перейти на новый уровень. Присоединяйтесь. На наши вопросы о йоге сегодня отвечали Наталья Иреляну, преподаватель йоги, и опытный практик Ольга Моровова. Спасибо вам большое. Всего доброго. Увидимся завтра. Эфир посвящен свадебной моде и свадебным приметам. Завтра будет работать открытая студия. Приглашаем не только жителей и гостей столицы, но и молодожунов. Найдите время приехать на пересечение улиц Красных Партизан и Карла Маркса в промежутке с половины первого до начала второго часа. Поделитесь с нами своим счастьем на всю республику. А мы вас с удовольствием поздравим. До встречи.